Секретарю, от секретаря в спортсменку, да, проверяем составление паркурсов. Вот этих справок у вас нет, вы не знаете, снялся человек или не снялся. Значит, можно сзабочку? Да. Если он не кромировался, он опоздал на сварку. То есть прибежал, он опоздал. То есть тоже не так. Нет, если человек не вышел на сварку, не явился, а он не снял врачом, тогда это после неявка, чистой победы. Да, чистой победы. Тогда вот этот раз, свободен, уходит. Только при снятии врачом. И опять же, такой момент для секретарей. Если, к примеру, первый круг прошел, любой круг прошел, спортсмен выиграл или проиграл, ни соревнований не выиграл, травмировался, он приносит мне справку от врача. Я его занимаю в соревновании и без него составляю следующий круг. Соответственно, тренер бежит, как бы его ни ушли, я тренеру говорю, что он снят врачом. То есть мы этот вопрос решаем. Если, к примеру, я составил пары следующего круга, отдал этот парьер и только потом справку принесли. То есть я уже пары не переделаю. Протокол это стареет, это у нас борьба. Когда он вступает вот это правило. Сняв врачом, борец нестранен право быть свободным. То есть борец, который должен был бороться с травмированным, он его просто это сладко пропадает. Он отдыхает, но он теряет право быть свободным. То есть если пары уже составлены и снятие врачом, тогда вот это правило у нас есть. Если снят врачом до составления парок, он просто, то есть гулиган бы заранее вечером сказал, его в протокол отнесли, сняли врачом и без него бы составили круг. С него бы здесь просто были диксы. Но это очень важно, чтобы он был в протоколе для тренера, для отчетности, что он приехал, он весился. То есть этот момент надо учить. Вот здесь у нас вот это правило, оно сработало. Свободный перескочил. Соответственно, борьба прошла и вот вам результат. Сейчас, секундочку. Результаты не могут. Вот такой результат у нас. Сейчас я его выделю, чтобы у нас так же забыл. И тут начинается самое интересное. Смотрите, схватка прошла. У отца Кулешова. Саша, ты видишь? Все, у нас такое, красотка. 3,2. Больше штрафных. Последний схваток он придал 2,5. По идее, по идее, мы его зачепляем. И тут поступает такое правило. Если среди 3-х спортсменов в последнем кругу двое вылетели, оставшиеся первым номером, вторым номером выходит борец из вылетевших в последнем круге, лучший из борцов вылетевших в последнем кругу. Лучшим у нас оказывается борец, который выиграл. И здесь вот эта победа, которая в 2,5-3, его отчасти спасает. Итог у нас будет. Борец пичиков выходит первым номером, а борца Кулешова мы подтягиваем из выбывших. Как у лучшего? Ну, по последней. По последней сакте, на рассмотрение или еще? По последней. В этой ситуации из выбывших мы смотрим по последней встрече. То есть мы общались со всеми секретарями. В принципе, есть, там есть путь такой, строка. И последняя, из выбывших в последнем круге. Лучшего из выбывших в последнем круге. Вот и есть еще вот такая. Это вот шестибальная система. И вот маленькие такие задачки. Задачка первая. Создать пары следующих кругов. Кто сможет носить? Первый с третьим. Нет. Вот здесь результат подскажу. Нижний трой между собой перепорол. Пятый поросу и с шестым, и с седьмым. Первый с пятым. Первый с пятым. А эти двоих уже были свободны. В этой ситуации. Правило. Пару как бы не заставляются полностью, да? Мы делаем свободно. Сейчас, Сюр. Чай, это. Верхний у нас берет ближайшего. Шестого. Верхний берет ближайшего. А нижний у нас второй раз свободны. И такое может быть. Вот в сложной ситуации, когда пару задать сложно. То есть у нас заставляем. Мы делаем свободно следующую параду. Верхний берет ближайшего. А нижний у нас второй раз свободны. И если мы вообще халяву не стоим. Задача номер два. Определение. Вот смотрите ситуацию. Отборолись в четверо в последней игру. Тут понятно. Выиграл он первым номером. А один. Этот, по идее, вылетел. Этот вылетел. Этот набрал больше два с половиной. Вылетел. Кого контирует А вторым? Из трех выбавших. Кого контирует А вторым? Шестого. Ну, опять же, у нас в начале с питарями. Лучшего в последней круге. Лучше у нас победы с грунтовкой. Лучше в последней круге у нас грунтовкой. Там есть, как бы, несколько нюансов. Если вылетели все, там уже спорят за момент. И еще одна задача такая веселая. Вот такая ситуация. Все переборолись между собой. И никто не на... Сейчас. Здесь два с половиной. Это немножко много. Давайте поставим. Два штрафных. Иначе он два с половиной. Два штрафных. Два штрафных. Но первый вариант. Кто второй? По правилам. По правилам. Есть такая ситуация. Все переборолись между собой. Никто не вылетел. Встает вопрос. Мы смотрим схватки. Вот я специально обозначил. Схватки между этими борцами. И идет такая классификация. Правилка она есть. Объединение лучших борцов среди трех оставшихся. То есть на пункте. Имеющие меньшую сумму штрафных. Имеющие большее количество числа победных. Возвращаясь к нашей задаче. Мы считаем количество штрафных баллов на выборных схватки между ней. 4-2. 6 штрафных. 0-3. 3 штрафных. Здесь 5 штраф. Соответственно. Первым номером у нас уходит Муликян. Вторым номером уходит Зимит. Мы учитываемся. А боец Кичитов в этой ситуации заканчиваем свои соревнования. Даже выиграв. Вот здесь 2,5. Давайте 2. Чтобы не было. 2,5. Работы. Даже гарность победы. И значительное преимущество. Очень важно качество. Поэтому мы называем 6 равных. Чем выше у вас качество побед, чем меньше равных. Чем больше шансов у вас против другой группы справа. Вот такие маленькие задачи. Секретарские. Бывают еще заковылись. Как составить пары. Как вывести победителя. Часто идет перезвон между секретарями. Как у тебя. Вот такие болезни случаются. И даже по все там не проигравшие. Не набравшие штрафных. Согнования не бывают. Поэтому по шестибалям учитесь выиграть чисто. Какие-то вопросы возникли? Отлично. Все правильно. Нет, я два пара уже. Сейчас это боевая сомба.